чтобы рапорт выглядел поубедительнее особенно если мы потом пойдем в покер кидаться надо ко мне это ко мне подойди ко мне смотри в общем то такая ситуация мы будем все больше работать с промышленниками и у меня есть так скажем человек моя правая рука его зовут волтер ковальский он будет периодически посещать промышленников узнавать как у них дела не нужна ли им помощь не нужна ли нам их помощь и соответственно платится ли в казну деньги в казну так сказать частную и общем общую городскую в общем будем работать с промышленниками и соответственно волтер он уже старенький такой дедуля в пиджаке лысый может ты видел его здесь недалеко от участка приезжал первый раз ему может понадобиться помощь в таком случае он будет писать тебе и тебе нужно просто приехать и поддержать его так сказать без упоминания моего имени просто горите то что власти округа блэйна если люди будут по-прежнему несговорчивы то вы можете вызывать меня сейчас мистер ковальский отошел поспать я его предупрежу о том что ты будешь ему помогать мы естественно за это будем тебе тоже платить и я дам тебе его телефон прямо сейчас запиши его пожалуйста чтобы ты не удивлялся если тебе придет смс 272 6142 все извини что дернул тебя ради такой мелочи но я должен был объяснить как это работает задержался да удачи удачи развлекайся откуда у меня столько баблич всем платить они сами его собрали отдали мне полицейское государство на сервере не я буду вести себя максимально неадекватно чтобы не меня грохт только скорее так как мобстер новый капитан то как бы я все-таки нам не буду стремиться вернуть себе это кресло я просто буду вести себя как полный черт да 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 мистер ковальский пришел а а а а Адольф полностью отказался от зарплаты, чтобы отдать семье погибшего капитана. Адольф гений, герой и вообще великий человек. Если бы он залетал хоть иногда на какой-нибудь роли типа адвоката, то это сильно бы скрасило. Брайан Пропер это следующий персонаж. Она не будет полицейским, а она будет. По институтке в гетто. Что это такое? Какие ближайшие наведения на сервере планируется, понятия не имею вообще. Ни малейшего, если честно. Я собираюсь после того, как убьют, после того, как либо убьют, либо посадят кебаба. Я потом расскажу, наверное, какой твист планировался. А после того, как посадят кебаба или убьют, потому что очевидно, к чему он идет, я все-таки буду играть за какого-нибудь Майкла Хасбендера. Адольф не собирается больше игр стримить. Написал, что проиграл войну. Но он эмоциональный человек. Напьется мартини и передумает, возможно. Субтитры делал. Удачи. Поэту. 碰上. где меня вызывали да пройдем хотя вроде бы отпустила не переживайте в общем каким бизнесом ты собираешься заниматься на севере так я так понял он далеко далеко собрался удачи ему в этом господи что за долбоёб просто фантастика нахер шерифа вы не проводите на задний двор я хотела попробовать пострелять просто из оружия да 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 пойдемте сами понимаете мне нужно немножко приноровиться к нему хорошо секундочку мистер ковальский посидите у меня в кабинете я сейчас подойду давайте так вставайте вот сюда где парковка для инвалидов перед этой белой штукой и постарайтесь попасть во все буквы о которые есть на этом фургоне то есть в слове лосс и в слове сантас хорошо поняла не больше двух выстрелов чтобы не тратить патроны зря мы ну вы хотя попали по машине больше от нас больше от вас я думаю не потребуется мне кажется что я попала ровно в буквы о здорово здорово мэм спасибо вам большое спасибо надеюсь следующий раз это будут не буквы о голова какого-нибудь ублюдка но не жестите мэм нет что волтер давайте будем максимально коротки на территории подвластной мне есть несколько видов промышленности в частности лесопилка если мне не изменяет память хранилище производства рассада или куриного корма марихуана а также давыще нефти все они отмечены на карте я был этих местах я бы хотел чтобы люди которые работают там платили налоги прежде всего нам особенно если у них изначально нет разрешения на то чтобы там работать если они говорят что она есть то спрашивайте какой налог они платят и короче говоря постарайтесь обложить эти территории данью я вижу что вы человек повидавший всякое и думаю что вы справитесь выйдите пожалуйста выйдите пожалуйста пока что я думаю отойдите молодые люди отойдите немножечко сейчас да 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 мне как-то упоминать нет смотрите изначально говорите что это муниципалитет округа блэйн если люди не хотят идти так скажем на мирное решение вопроса говорят что вызовут копов или виде видите что тянут время то говорить что работаете от лица шерифа если после этого происходят какие-то непонятные вещи то немедленно вызывайте меня на старайтесь вести себя как можно более дипломатично и чтобы в глазах людей мы выглядели более выгодно чем люди губернатора или полиция соответственно я всегда смогу подъехать если начинается какая-то непонятная ситуация то запишите вот этот вот номер можете прямо сейчас подъехать к этому человеку и взять его с собой я нанял его как стрелка и передал ему ваш телефон ну то есть человека который мог бы помочь побаковать показать оружие в нужный момент это мистер вуд его телефон 685 685 86 65 у вас есть четырехместная машина я помню что вы ездили на такси хорошо я сейчас отвезу вас в таксопарк и возьмете с собой мою секретаршу я не просто так плачу и 5000 долларов в день пусть катается с вами какой размер налог давайте сделаем так чтобы наш налог было выгоднее платить чем налог губернатора то есть вы сами прикиньте 10 процентов свыше 30 тысяч налог 30 значит берем 27 ну или как то так в общем кроме того обеспечиваем безопасность если люди губернатора или сама губернатор сунется я постараюсь поговорить с ней просто просто старайтесь идти с людьми на контакт так сказать чтобы не было проблем стойте у моей машины сейчас я подойду в потяжках сэр что вы хотели пройдите за мной тогда господин который сбил гидрант бросать ваш сигарету каким видом промышленности вы занимаетесь сэр курчик кормлю сэр какой налог установил губернатор на ваш бизнес знаете проблема сейчас совсем другом да пришел и нам приходится половину вкладывать для того чтобы учесть деньги нам нужно половину то что мы заработали положить на нашу компанию то есть мы зарабатываем три раза меньше теперь но вы не регистрируя эту компанию можете продолжать работать просто вас не внесут в списке сэр насколько я понимаю деньги я не смогу учесть я не смогу ими пользоваться если я их не буду в таком случае на заднем дворе стоит мистер ковальский это мой бухгалтер так и подойдите к нему скажите я слышал что вы бухгалтер мистера пропера шерифа и обсудите с ним выдачу лицензии от округу блэйн и в дальнейшем если будут какие-то проблемы я смогу их решить я так думаю но во всяком случае губернатор губернатор это губернатор возможно мы не сможем найти общего языка но в любом случае вам придется платить меньше если вы будете работать со мной поэтому подойдите к бухгалтеру и он сам все объяснит и скажет сколько заплатить проблем сэр да красавчик заходи заходим что вы хотели сэр здравствуйте меня зовут до небраска я только сегодня прибыл в этот город из вайс-сити простите до небраска вас зовут до небраска донидова не зовут фамилия вы прибыли из солнечного вайс-сити из солнечного вайс-сити там я зарабатывал на жизнь тем что продавал стиральный порошок там вы зарабатывали на жизнь тем что продавали стиральный порошок да 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 и я хотел бы узнать о перспективах бизнеса в этом городе вы хотели бы узнать о перспективах бизнеса в этом городе знаю ли я что-то об этом это я задаю его извините сэр вы случайно не еврей и это было только потому что вы отвечали вопросом на вопрос ничего такого знаете я просто охуеть как не люблю шутников честное слово я вас понял никаких шуток нет никаких шутников сэр мне кажется у меня не поняли еще раз я закрываю глаза говорю никаких шутников сэр и через три секунды открываю их и не вижу никаких шутников раз два три похоже мистер донни браско покинул нас до свидания мистер браско заезжайте вы нашли общий язык всего доброго сэр мистер кальминареха спрашивает насчет лицензии приобретать да мы условились на том что он будет платить хорошо я внесу его в свой блокнот ну или вы вносите в свой волтер я думаю что так будет удобно я уже его записал ну что ж вот и поговорили а теперь нам нужно съездить таксопарк чтобы взяли свою машину удачи мистер кальминареха мистер кальминареха запишите мой телефон если будут какие-либо проблемы только быстро 316 2286 волтер особый интерес предоставляет представляет для нас не только переработки представляет но и бизнес по распространению еды так сказать потому что таксисты сейчас я уверен будут на вес золота так что находится я понимаю я понимаю я понимаю но вы не должны меняете вы не должны приезжать туда и говорить типа департамент шерифа платите дань вы должны найти этого педика мистера грома и сказать мистер гром вам же любит вы же любите анальный секс с мужчинами мы готовы предложить вам много анального секса с мужчинами ну на самом деле не анального секса с мужчинами чего-нибудь похожего на это чем он может заинтересоваться например приключения или еще что-нибудь педики всегда падки на приключения он должен просто заинтересоваться и через него уже поработать таксисты можно узнать можно узнать насчет того куда будут отправляться эти деньги давайте так вы будете моим консильере я я верю я вам доверяю все деньги которые вы соберете за день все деньги мы распределяем вечером между мной вами мистером айфоком хероном сандрой и мистером вудом если кто-то будет плохо работать то соответственно будет лишаться своей части денег я за у меня есть информация по поводу таксистов они планируют повысить цену и сделать цену единую среди таксистов на еду нам нужно понять как мы можем это использовать и каким образом мы можем мешать работать таксистам в случае чего то есть например если они откажутся сотрудничать мы можем мешать доставлять еду на север проблема в том что на севере не так много людей нуждаются в еде очень жаль что я не могу вам выдать служебную машину но я думаю что четырехместное такси мистера ковальски для начала сослужит вам добрую службу у меня еще в принципе собственный транспорт есть поэтому нам двухместные а вам порой придется водить мистер все хорошо прошло с тем медиком я забыл не успел вам сообщить о том что у мистера я забыл его имя фамилия у мистера артура у него был топор вы могли пострадать с я принял решение убрать артура еще в аэропорту мне показалось очень подозрительно моего поведения все кто находился там я практически на сто процентов он доверял кроме сандры по понятным причинам я знал ее слишком мало но я мог прикинуть то что потеряв единственную работу она скорее всего согласится работать с нами тем более она стала соучастником убийства согласившись свалиться с той скалы а вот что касается артура то ему я не просто не доверял я считал его опасным кроме того он занимал жилплощадь которую мы можем использовать шериф дело в том что у меня тоже была личная неприязнь к этому человеку поэтому вы зря переживаете к артуру я слышал он приставал к женщинам или вы про врача да да нет я про артура да вы совершенно правы он приставал ко мне когда я только приехала в город я думаю вы видели нового диспетчера в полицейском участке ее зовут светлана она как раз мы с ней так и познакомились она увезла меня на своем мотоцикле на тот момент она ездила именно на нем именно как раз от артура это знаете это было ужасно да я пообщался с ним всего 10 минут но ощущение привкуса вонючего козла во рту до сих пор чувствую хотя возможно это из-за мистера до небраска который посетил наш участок если ты будешь на стойке и увидишь как мистер до небраска такой молодой человек в подтяжках заходит к нам можешь сразу выстрелить него из ружья ну вы мне потом поподробнее его опишите чтобы я знала точно честно говоря если бы этот артур не подошел ко мне перед проводами губернатора я думаю что возможно он бы был до сих пор жив но что-то тянет людей за язык когда им нужно помолчать вот меня жизнь научила какой-то момент что иногда лучше промолчать но эти люди больше ничего не скажут по другой причине я дал вам телефон мистера вуда мистер ковальски нет да поделитесь и с с андрой на всякий случай и как можно скорее возьмите его к себе так сказать в команду введите его в курс дела просто так получилось что вы немного разошлись я всегда хочу чтобы те кто находился в машине были безопасности а он может ее обеспечить ну и если кто-то совсем будет плохо себя вести запомните что у вашей машины есть багажник в который его можно засунуть так поехали участок поменяем машину и поработаем копом потому что это то чем я сегодня не занимался хотя бы час перед е3 надо поработать копом к тому же единственный коп который умеет работать так что блин я боюсь что агнешку сейчас убьют прямо на этой тусовке и у нас будет гупернат рынк о дверь закрыл а нет дверь закрыл а нет ну сука как она раздражает это просто пиздец я больше не могу чуваки я реально больше все а я собирался отстрелить мне журналист писал да я помню 2726142 ну если журналист еще будет с нами повязан то тогда короче но может считать что блин блин оборотень в погонях это слишком опи единственный кто меня может нагнуть это хардман или губернатор но я боюсь что губернатор сама испугается что будет с хардманом но я готов я готов что меня шлепнут я даже не сомневаюсь в том что рано или поздно это произойдет главное качество выполнять свои обязанности но я сегодня просто никого не поймал блять двух каких то ну один правда покушение готовил один угнал но мне нужно хотя бы четырех в день ловить на такой территории где никто блять ничего не совершает это довольно тяжело мне нужно написать в рапорте какую-нибудь херню например увидеть как какой-нибудь npc бьет другого npc и сделать вид что я задержал их чтобы этот рапорт был полноценным ласкач ты спать пошел или пришел ты выучил правила покера мы сегодня сможем ночью после microsoft поиграть турнирчик или вы опять выставитесь алына на первом ходу с любыми картами и 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 которые вы и вы и 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 за мной продолжайте рассказывать я познакомился с дела врачом ксении она ну попросила проверить и по сотрудников потому что на ее сотрудников приходили жалобы что они якобы татат торгуют наркотики вот я ну согласиться попробую помочь как-то днем после того как я закончил развозить грузы я решил подъехать к госпиталю и увидел там тони это в врач темнокожий я начал с ним общаться и решил попросить таблетки успокоительные он сказал что для того чтобы я их получил мне придется проследовать с ним я согласился мы 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 поехали примерно 8 километров за город в сэнди шорс как какому-то баба большому дому там двали он отвел меня в лабораторию я только потом понял что это метла байон в леди он опоздал на день серьезно рассказал об этом всем лишь лейтенанту ха ха хартман вот он выслушал меня и я был готов отвезти его туда и как раз назначил встречу с этим доктором вот лейтенант хартман поставил на меня жужу жучок я приехал на встречу с этим доктором и начал выпытывать у него информацию о его до дальнейших планах он мне рассказал что он хочет найти люлю люди готовы будут готов купить крупные партии и попросил меня поссорить сэр одну секунду одну секунду да знаете знаете что это такое это логопедический инструмент меня бабушка не надо меня бить меня лейтенант хартман тоже я понимаю говорите быстрее сэр так вот я уверен что это вам поможет ли после чего как бы лейтенант услышал наш весь разговор и не стал его ловить там прям но на месте мы встретились лейтенантом недалеко от полицейского участка назначен там встречу и попросил меня выполнить просьбу этого доктора чтоб я нашел тех людей которые купят большую партию но я боюсь их искать потому что если узнаю что ну это подвозит меня в чем-то условить пулю сэр вот и сэр да вы видели еще каких-нибудь докторов помимо темнокожего нет вы чего от меня хотите сэр я хочу рассказать дальше вы дослушайте да также этот доктор хотел проверить у вас она так скажем взятничество об этом я тоже рассказал лейтенанту хартман и узнать и хотел узнать его можно ли доверять вам рассказать ему все об этой ситуации с наркотиками он сказал нет лучше нужно подождать а вдруг вы возьмете взятку и этот но доктор расскажет короче он хотел поймать несколько преступников сразу вот этого варцами то потом скупщиков и если бы вы взятку то его и вас бери сейчас какой глупый план какой какой тупой я даже не знаю сколько но щек еще на тебе щек еще на тебе харпан ты просто менять ёбнулся походу серьезно ты блять серьезно жучка больше нет 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 я полностью помылся и это здорово одежда чистота залог здоровья друг мой так вот и сейчас меня лейтенант хартман заставляет искать людей которые купят эту партию я не знаю что мне делать 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 потому что они меня могут я не хочу покупать я поэтому не не я понимаю что вы я хочу попросить у вас помощи что я знаю одного великолепного специалиста который может вам помочь в этом деле он приехал из солнечного вайс сити его зовут донни браска такой молодой человек в подтяжках я считаю что вам нужно обратиться с вашей проблемой к нему сэр нет вы не понимаете вот здесь в штате человек который варит метанфетамин у него по моему две лабораторию одна вот в этом здании а другая в магазинчике магазин я вчера нашел и когда здесь на втором этаже да и вы что не собираетесь их ловить почему не вы не полиция не хотят посадить его в тюрьму хорошо я именно я буду его ловить все начинаю ловлю я вас понял вам просто нет для меня дела нет 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 я я ловлю сэр я у я ловлю сэр не обижайтесь сэр сэр остановитесь я ловлю просто это не такой простой процесс понимаете я начал ловлю когда-нибудь я закончу но все что будет между началом ловли я если просто да вы вы просто никто не хочет а я вас слышал я вас слышал где-то недалеко отсюда есть двухэтажный дом в подвале которого врач варит мед он сказал вам найти кому его можно сбыть вы нашли еще одну лабораторию вы боитесь что за вами охотятся вы хотите чтобы я арестовал этого врача и очевидно его падения в которых я не видел я вас правильно понимаете помимо того что он охотится на меня он охотится еще на ксении на главврача она мне очень нравится и не хочу чтобы если вы переживаете на мужчине и я могу пока мы не поймали потому что негодяев я могу предоставить вам свой участок например привезете сюда посидите а я пока поймаю я пойду ловить просто она и капитана бывший который скончался это единственные люди которые ко мне хорошо относились я я хорошо к вам отношусь сэр я ловлю ловлю сэр вот давайте проверим так здесь его нет может быть под машину залез так секундочку мне надо посмотреть машины вдруг он там прячется варит мед так выходи врач не надо нападать на ксению нет похоже его и там нет знаете мне придется расширить область поисков но на это уйдет время да сэр я думаю что это охуительно смешно езжайте домой ни о чем не переживайте сэр до свидания удачного спасибо вам и ни о чем не переживайте удачного аппетита прошу прощения так сколько времени 22 55 времени просто упор как думаете мой персонаж достаточно ублюдочный или надо повысить градус ублюдочности ваше мнение мне кажется уже тяжело тяжело дальше так сказать поехали заправим больше блять вот это я ублюдок вот это я ублюдо он просто ну ладно ничего страшного ладно заправлюсь тоже там там есть заправка удобная шутинг холлс я уже думал шутинг и шутинг stars короче ретро и в чеки ебану мой персонаж на грани мертвого ублюдка вы драматизируете господа я думаю что все не так уж и плохо похоже что похоже что все норм я думал что все гораздо хуже если честно до того как появился этот чел блин криминал на врачах завязаны по моему это на таксистах куда более органично смотрелось но врачи блять так с врачами проблемы вот копы бандиты вот это классная идея при том что я никому кроме айфока в жизни не выдам копские полномочия а на карте есть какая-нибудь яма ли выкин выкопанная могила чтобы в случае чего больше не ходить на тот обрыв хотя тот обрыв тоже подойдет зачем персонаж помимо копов когда можно кошмарить сервер пока все с него не ливнут в ужасе когда все сдадутся тогда и можно кого-то завести я просто слишком много помогал людям на джеке я поехал в реальной жизни раз сутком и Продолжение следует... 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 Мистер Вуд, вы поняли это? Да, да. Запроводите нас туда, пожалуйста. А могли бы вы сначала подвести меня к новому участку, чтобы я могла перестись на свою арту? Да, выборы уже проходили. Победила Агнешка, сейчас у нее там вечеринка. Так. 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 через полчаса на и 3 до до примерно в этот момент мне должен писать кекс я про залечу к нему на трансляцию а здесь сирий хост поставит который нужно так газировка кофе чай апельсиновый сок давайте что 15 хлеб и пончик остались поля пиздец хлеба 20 водки 54 после 3 покер не знаю не знаю не знаю посмотрим может быть я решу что лучше пойти спать до беседки лишь там 7 утра а может и покер я не знаю бред не от меня зависит от ласки еще и мобстера или не знаю может быть ласка сигала как он позовет но я все-таки надеюсь что мобстер в общем не могу знать так Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok А, блядь, кто там вызованный спамит? Так, вот это, кстати, интересно, что еще за хуй Сейчас по... Стоп, я... Я зачем-то ех... Бля, не, зачем я ехал в свой офис? Вроде я все указания раздал, тогда я поеду на вызов Если я сейчас этого бомжа поймаю, то это идеально, тогда рапорт будет максимально полным Три пойманных бича за день, это велико просто Что это за ноль? Кто-то спамит нулями Блядь, он уходит в сторону города, мне не догнать его Зарплаты, я помню насчет зарплаты, не переживайте Я хотел поймать негодяя За зарплаты я съезжу Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В целом, если я сейчас смогу кого-то поднять, если особенно там будет в кого пошмалять, то все равно рапорт будет хороший. Продолжение следует... Нихуя розовый динозавр, прикольно. Продолжение следует... Блядь, там километр еще, этот чувак уже давно лежит, походу. Я думал, это водители Белазы, водители Белазов, но я уже не уверен на 100%, что это они, по-моему, это не то место. А может и оно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Один кандидат в губернаторы, с вами все в порядке? Меня уже ваш коллега допросил... Я понял, я понял. Запутался в ваших званиях, у меня голова болит. Лейтенант, сэр. Лейтенант, извиняюсь. Какие же скорые? Не знаю, сэр, я проверю то, что у вас в машине. Откройте багажник, нажмите на кнопку. Я голосовал за вас, сэр. Благодарю. Но, к сожалению, мы не выиграли. Да, но... Я уже наслышал. Знаете, на севере, в округе Блейн, вы можете чувствовать себя как дома, сэр. Мы прекрасно знаем, что у вас есть лицензия. Мы знаем, что вы честный промышленник. Это люди, которые работают на Агнешку. Они... Будут давить вас, если вы понимаете, о чем я. У меня реально поддержку и теплые слова. Удачи, Джесси. Да, я уже слышал про вечеринку. Кто выбор выиграл? Лизон. Как и ожидалось. Но перевес был не очень большой. Я бы даже сказал, удивительно небольшой. Если учесть, что... Проблема была... Точнее, удивительно небольшой. Проблема была в том, что Грег Кук не смог зайти. И он набрал всего 4%. И... После дебатов я даже, в принципе, мог поверить то, что Джесси Инг выиграет. Но... Ну, мне кажется... Я не знаю. Я сам проголосовал за Агнешку. Что я буду рассказывать, в принципе. Понятно, что из-за того, что мне в РП канал пришлось писать то, что я скинул, блядь, в море нахуй. Телефон мобильный. И то, что лежит рядом. Я думаю, что все, блядь, на сервере поняли, что я только что кого-то хуйнул. Просто на берегу и все. Ну, как бы и так все стримы смотрят. Но, может, и есть люди, которые честно играют. Мне очень жаль персонажа, который раньше был Паркинсоном, а теперь врачом. Хотя, по сути, это один и тот же персонаж. Он с такой болью в голосе, понимая, что его... Ну, конечно, он, естественно, все понимал еще даже до того, как мы собрались у участка. Как и любой человек. Все читалось и с падением шлюхи, и так далее. Но... Ну, что поделать? Я могу лишь предложить ему, если у него горит жопа, перейти на первый сервер. Я всем советую это делать, у кого горит жопа от моих действий. Как бы первый сервер для людей для остужения жопы, так сказать. Так, с зарплатой можно и так. Закука Хартман вкинул. Лоу. Да опять эти пиды, блядь! Сука, я просто заебался уже, а ну, блядь! На бутылку, сволочи, блядь! Заебали меня! Пидораса, два манючих, блядь! Сколько можно уже, а? Он здесь. Блядь! Это пачек альминарехов, пизду его. Хард РП, да пошли! Они уже просто задолбали меня. Это третий раз, когда они меня подрезают. Они постоянно появляются здесь и начинают газовать, и подрезают. Я больше не могу, они прям Буквально из воздуха Может быть это отучит их Вести себя таким образом Блять, а где Вообще у нее офис, что за бред Сука, метка Не поставилась, бля Благодарю вас Буду здоров, буду Но мне скорее всего назад Так, ладно, немного hard рп Для сокращения пути Нет, блять Блять, она в моем Офисе, что ли, стоит Ебаный в рот, блять Четыре минуты Да я сам понимаю, что у меня Четыре минуты осталось Что за женщина, кого хера Она же Чем-то приперлась Бляха, муха Я и так несусь, как могу Посмотрите, я словно Блять На Листья На этом Как это На крыльях Ветра Крылья Ветра Ебта, блять Ласпидина Лссд Точнее Блять Смс Я понял, что с цаплей Теперь произошло Кто-то приходил в дом амфетаминщиков Блин, почему они его не взяли Сука, почему они его не взяли Это просто супер обидная херня Четыре минуты я успеваю Или нет Восемьсот метров Все-таки зарплата, чуваки Хард РП Хард РП Но зарплата Это зарплата Блять Не тот поворот Ну, быстрее Прости, лазер хавк Зарплата Ну, эта минута была не слишком Хард РПшная Но все понимают, что У нас у обоих по четыре минуты осталось Поэтому я немного Побыстрее буду Господи Прошу прощения Очень много дел сегодня было на севере Мэм, я поздравляю вас с победой в выборах Я уверен, что вы будете отличным губернатором Я лично голосовал за вас И все, кто имеет отношение К департаменту шерифа Голосовали за вас Как же вы великолепно выглядите На этой должности Спасибо, шериф У вас очень вкусный кофе В вашем офисе Главное Мэм Главное Не пейте Никогда Кофе Верхнего автомата ЛСПД Оно ужасное Если вы будете там случайно То Или специально будете навещать Их, то всегда Пейте кофе Из нижнего автомата Это тайна Огромное вам спасибо Огромное вам спасибо За то, что навестили нас Мы стараемся Бдеть Но как вы понимаете Узнать ваш номер Чтобы впредь Да и Да и Я тоже хотел бы узнать Ваш Мой 316-2286 Да А мой 573-52-28 Ой Нет Вру Запишите заново 573-50-28 Все Будем на связи Тогда я вам буду Каждый день Привозить зарплату Либо я Либо мой секретарь Да Хорошо Я был бы так рад Видеть вас почаще Но надеюсь Что вы найдете Секретаря Мэм И я могу сам Приезжать к вам Если вы Да Будем договариваться Тогда Хорошо Здорово Удачного вам Губернаторского срока И Не забывайте Присылать мне На компьютер Новые списки Промышленников Мэм А также Людей Которых Есть право Владеть оружием Потому что Многие из них У нас здесь На севере И Я Буду Сообщать вам Не только О успехах Нашего департамента Шерифа Но Также И о некоторых Вещах Которые связаны С ЛСПД Знаете ли Сегодня Там Новый начальник И в принципе Он неплохой Мужик И помогал Мне во всем Но Есть там люди Которые любят Ставить палки В колеса И я слышал Что У многих Возникают проблемы Потому что Местная полиция Давит и запугивает Людей Например Репортер Мэтью Он Да Я слышала Что Про Мэтью Но Я не знала Что Он На него Давит Полиция Я могу Вам Сказать Где Сейчас Мэтью За 100 Тысяч Долларов Мэм Я понимаю Возможно Вам Нужно Возможно Вам Нужно Или Хочется Знать Где Находится Мэтью Потому что Говорят Что У него Есть Какие-то Фотографии Факты И Всего За 100 Тысяч Долларов Мэм Я могу Вам Сказать Где Я В последний Раз Видел Мэтью Сэр Это Слишком Огромная Сумма И Не думаю Что У Мэтью Есть Какие-то Фотографии Которые Могут Кром Компрометировать Меня Хорошо Мэм Надеюсь Все Будет Нормально До Свидания Мэм Вы Прекрасно Выглядите Мэм Шериф До Потом Пусть Не Обижается Я Предлагал Когда Народ Взбунтуется Она Пожалеет Что Не Заплатила Так Все Блядь Я Случайно Это Сделал Сейчас Секунду Я Закрою Офис На Телефон Ничего Не Писали Я Так Понимаю Не Успели Подняться Из Подвала Старый Пердун Ладно Закрываю Офис Не Забудьте Написать Напомнить Мне Что Я Должен Составить Рапорт Проблема В том Что В рапорте Мне Нечего Написать Я Поймал Двух Человек Сегодня Но Сегодня Особо Ничего Не Происходило По Большому Счету Ладно Друзья Я Потихоньку Начинаю Набирать Кексы А он Мне Будет Давать Ссылки Тресляции Так что Перебирайтесь На канал Секи Так сказать У меня Опять Та же Самая Бодяга С Лерой То есть Как Пользователь Не в сети Ты уже В сети Так Ребят Ну все Здесь Я с вами Прощаюсь Я не думаю Что мы Сегодня Еще Увидимся На этом Канале Возможно Будет Покерок Возможно Еще Что Нибудь Но GTA Наверное Я сегодня Больше Играть Не буду Возможно Завтра Посмотрим Как Будет Развиваться Событие На сервере Всем Приятного Вечера И просмотра Е3 Субтитры